В уголе каникулы школьники проводят с корыстью. 10 тысяч наученцев у Минской области на этом тыдне отпочнуть в джонных лагерах. Для детей установы адукации подрыхтовали разностайную программу. Квесты, спартакияды, вандроуки и споборництвы. Под час каникулы уротовальники и супрацовники ДАИ организовывают в школах займальные викторыны по безпецы. День в школьном лагере провела и Наталья Кезик. У пагоні за удалым кадрам час лят сетям гненна. Сёння у ракурсе фотопалявання для вушня у Бурсуковской середней школы першые парастки травы, пупышки на древах и першацветы. Час не обмежаваны. Одинная умова творчого пленэру у объекты упавины трапить, тольки природные кадры. Зрабить селфи альбо сфотографоваться с сябрами школьники поспели на Спартланды. Лагер у Бурсуковской середней школы наведывают без выключения усе вучни початковых классов 25 человек. У программе кинолекторы, сустречи с ротовальниками, викторыны. У кожным классе что день працуют творчие майстерни. Дети имеют возможность посетить школьный лагерь и привести время с пользой, а не быть заняты гаджетами, а родители уверены в том, что их ребенок находится под присмотром воспитателей. Безпечный квест на импровизованный проездный час с сёня пройшли в учни первой смолявецкой школы. Светлофоры и машины тут дитячие, а вот ситуации на дороге реальные. После дорожного квеста у викторы на уресурсном центре затем подрыхтовка до театрального фестиваля. Я участвую в конкурсах. Есть дома соревнования. Поеду в пятницу на фестиваль. Я там буду выступать с нашим коллективом. Будем спектакль показывать. У школьных лагерей каждый день каникул расписаны литерально по годинам. Фото поливания, квесты на свежем поветре, так само спортивное мероприемство. Все для того, как дети 3-день каникул обовязково провели с корыстю. Школьные дюнные лагеры наибольшь популярны серо-двучни у початковой школы. У раскладе не только цикавые мероприемствы, а и обовязковое харчевание и наводзённый отпочинок. Детям, конечно, нравится более активный вид отдыха. Они любят мероприятия на свежем воздухе. Их как раз в весенний период, когда погода сопутствует нам. Они очень часто выходят активно на улицу, занимаются какими-то играми на свежем воздухе. Только в Смолявицком районе школьный лагерь наведывают больше за 300 вучни. У Минской области амаль 10 тысяч детей. И пока каникулы в самом разгаре, у школьников ещё есть час на запасе позитивные эмоции на новую четверть. Наталья Кезик и Юрий Тиханович, агентство Телиновин.